Уверен? Еще не значит, что прав. Однажды МакАртур Уиллер обмазал себя лимонным соком и ограбил два банка. Он знал, что из лимонного сока можно сделать невидимые чернила, и был уверен, что невидимым станет и его лицо. Когда грабителя задержали, ему показали записи с камер наблюдения. Увидев себя, Уиллер воскликнул. Но я же намазался лимонным соком. Лимонному вору было легче поверить в то, что доказательства ложные, чем признать собственную глупость. Это событие — пример когнитивного искажения эффект Даннинга-Крюгера, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, склонны переоценивать свои знания. Они делают ошибочные выводы. Принимают неудачные решения. И не могут осознать своих ошибок из-за низкого уровня своей квалификации. В то же время профессионалы склонны недооценивать себя. Они учитывают, что могут чего-то не знать. Не делают поспешных выводов. Предпочитают сомневаться и задавать вопросы. Все дело в том, что в начале пути многое кажется предельно ясным. Мы спешим действовать, а думать — потом. Если в результате мы получим не то, что хотели, то можем найти ложные причины провала и утонуть в болоте заблуждений. В итоге у нас может развиться нечто похожее на анозагнозию. Это когда человек, потерявший одну из конечностей, думает, что эта конечность у него до сих пор есть. И его трудно убедить в обратном. Если врач говорит с таким пациентом о здоровой ноге, то пациент общается нормально. Но как только речь заходит о ноге, которой у него нет, пациент игнорирует врача. Поврежденный мозг на подсознательном уровне блокирует информацию, которая указывает на недостаток. Точно так же некомпетентные люди не хотят ничего знать о своих ошибках. Так как же выбраться из болота заблуждений? Сомневаться. В первую очередь в той информации, которая стала частью нашей личности. Но как это сделать? Попробуйте заменить желание считать себя правым на желание уменьшить количество ошибок. И тогда, постепенно накапливая опыт и знания, мы попадем в пропасть долины отчаяния. Но сомнения тем и хороши, что и из этой ситуации они тоже помогут выбраться. Только важно не путать их с реактивным отрицанием, таким как бред, чушь и тому подобное. Итак, недостаток знаний вместе с неадекватной уверенностью могут привести к печальным последствиям. Мы можем начать спор в интернете и поссориться с друзьями, совершить преступления или даже пойти убивать. Поэтому, прежде чем быть уверенными в своей правоте, подумайте, когда именно ваше мнение стало вашим. Субтитры создавал DimaTorzok